Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и мы обсуждаем такую тему, как пустотелые огурцы, желтые завязи на огурцах, их опадания. И в конце видео покажем, как мы решаем вопросы обрывания плетей арбузов при наливе значительного размера плодов. Первая причина, по которой формируются пустотелые огурцы, а это различного рода пустоты в плодах огурцов, это генетические признаки. Особенно четко это проявляется, когда мы выращиваем не один сорт и гибрид в течение вегетационного периода, а несколько. В этом году у меня 6 различных сортов и гибридов огурцов, и я заметила, что именно гибрид соплица польской селекции, он генетически детерминирован к образованию различных пустот внутри плода. Независимо от того, какая температура воздуха, какая температура почвы, насколько интенсивно и часто я поливала растения. Поэтому, когда вы начинаете овощеводство, то обязательно присматривайтесь и выбирайте для себя наиболее полюбившиеся вам и подходящие сорта и гибриды, которые будут радовать вас плотным внутренним содержимым. Вторая и такая же распространенная причина, по которой огурцы внутри образуют пустоты, это перепады температур. К сожалению, огурцы относятся к категории стрессовых овощных культур, у них небольшой температурный коридор для оптимального роста и развития, и в случае перепадов температур растения могут реагировать образованием пустоты внутри плода. Поэтому делаем скидку на погодные условия, стараемся выращивать огурцы в защищенных условиях, для того, чтобы получать равномерное созревание и наливание плодов. Третья причина, которая известна наверняка всем, и все об этом знают, это недостаток влаги. В более раннем видео и на прямом эфире я говорила о том, что для полноценного налива плодов растению необходимо на каждый плод или огурчик в среднем за день поглощать 1 литр воды. Поэтому, когда мы подходим к кусту, видим, что оно завязывает 5, 6, 7 и 10 огурцов, не жалея, льем воду, поскольку огурец это влаголюбивое растение, и обязательно снабжаем его жидкостью, особенно во время плодообразования. Сейчас перейдем к желтым и падающим завязям на огурцах. Это также злободневная тема, которая волнует многих овощеводов. На самом деле причины, по которым это происходит, порядка 10 и более. Я скажу наиболее часто встречаемые. Первая и основная причина это снова генетическая детерминированность. Особенно это касается современных гибридов, которые формируют пучковые завязи. В случае, если у нас растение букетного типа цветения формирует пучковые завязи, и оно по каким-то причинам испытывает лишний стресс, то оно самостоятельно дозирует плодовую нагрузку. Лишние огурцы желтеют на уровне завязи и опадают. В этом нет ничего страшного. Кормим растение, присматриваемся к нему дальше и получаем урожай. Вторая распространенная причина, которая ведет к пожелтению и опаданию завязи, но о которой почему-то не все задумываются, это загущение посадок. Огурец является тем растением, которое нуждается в обильном питании и в случае загущения посадок. У растений сокращается площадь питания. Корневые системы недополучают достаточное количество питательных элементов. Соответственно, растению подается сигнал о том, что нет возможности выкормить сформированные завязи, поэтому они желтеют и опадают. Поэтому выбираем оптимальную схему высадки огурцов в будущем, исходя из тех сортовых характеристик, которые заявлены производителем. Третья и не очень очевидная причина, по которой желтеют и опадают завязи, это нерегулярный сбор. Когда растения формируют урожай, они нам дают плоды, а для себя они закрывают биологические вопросы, которые относятся к категории воспроизведения потомства. Иными словами, когда растение завязало 1, 2, 3 огурца, они интенсивно растут, наливаются, завязываются семена. Для самого растения поступает сигнал о том, что все, нет необходимости дальше наращивать плоды. Семена заложились, семена возревают, поэтому растение принимает решение о том, что все лишние завязи необходимо сбросить. Поэтому не ленитесь, обязательно устанавливайте себе оптимальные режимы сбора урожая, особенно когда растения активно плодоносят. И как говорила в конце видео, мы показываем арбузы, показываем на сегодняшний день, 25 июля, тот размер плодов, которые сформировали наши растения, и показываем, каким образом мы способствуем дальнейшему росту и наливанию плодов. Мы берем самый обычный сетчатый мешок, помещаем туда плод и аккуратно подвязываем его к опоре. Таким образом у нас будет идти равномерно налив плода, мы не будем травмировать растения, и впоследствии будем наслаждаться хорошим качественным урожаем. Надеюсь, что это видео про тыквенную культуру было для вас крайне полезно и познавательно. Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok